Не так давно и романаху Роману Матюшину исполнилось 60 лет. В Санкт-Петербурге в Свято-Духовском центре Александра Невской Лавры прошел творческий вечер, посвященный юбилею батюшки, любимого многими почитателями его таланта. Творческий вечер, инициатива общественная, информационно-аналитическая служба Русской народной линии и руководитель театра народной драмы, режиссер Андрей Вадимович Грунтовский, пригласили отца Романа разделить праздник с его братьями и сестрами во Христе. К сожалению, погодные условия не позволили батюшке выбраться из кита Ветрова, река не замерзла. Как признался директор Русской народной линии Анатолий Дмитриевич Степанов, отцу Роману важно не то, чтобы его чествовали, а важно, чтобы его творчество собрало людей. За колесным интервью мы спросили у писателя Андрея Грунтовского, есть ли в зале у отца Романа духовное чадо. Ответил он нам со сцены. Вот меня сейчас телевидение спрашивало, а есть ли у него духовное чадо в зале? Я говорю, все читатели и почитатели его поэзии, это, наверное, и есть его духовное чадо. Поэтому, в общем-то, наверное, он с нами, и вечер все равно состоится. И, может быть, и так промыслительно, и романах в скиту, а его поэзия здесь. В нелегкое время не хватает духовной чистоты. Сердец, отношений, помыслов. В исполнении Ирины Скорик прозвучала песня «Чистота», написанной на стихи и романах романа. Каждый плачет, когда потеряет, Помимо явные мечты О душах, что тебе не хватает Чистоты, 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 чистоты На вечере собрались люди, знающие отца романа долгие годы. Они рассказали, что поэзия батюшки классическая, признанная даже в светских научных кругах. Мы спросили, почему так сердце откликается на его стихи и песни? Ответ прост. Потому что это действительно богоданные слова. Действительно, он не просто пишет стихи, он молится. И из вот этого молитвенного сердца И все эти строчки выливаются. Поэтому, конечно, сердце откликается. Это не суе мудрствование, а это живое слово. Он сумел сочетать в своей поэзии русский генотип. Вот образность, красота, то, что свойственно русскому характеру и русскому существу, выраженное замечательными словами, которое будет в русском человеке стремление к прекрасному, воспоминание о красоте природы, о Боге, о вечности, о истине, о чистоте. И вот то, что он говорит, оно еще проникнет на Духом Святым. Отец Роман – это родник нашей веры. Ведь с его песнопениями, с его стихами мы росли и уверовали в Бога. Словами не передать, каким теплым получился вечер, посвященный юбилею и романаха Романа Матюшина. Святодуховский центр давно не видел такого количества людей, пришедших послушать концерт. Пусть отца Романа и не было с нами сегодня, но каждый сумел с ним поговорить через его стихи. Спасибо. Продолжение следует...